Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, а вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно блога на канале страны. Украинские политики активно начинают двигаться, придумывать какие-то инициативы, выходить в народ, только когда петух клюнет в пятую точку, а если быть точнее, когда они замечают, что их рейтинг-то тю-тю падает. Это также случается после каких-то абсолютно непопулярных решений. Вот наглядный пример. Вчера я только выпустила блог про повышение цены на проезд в Киеве, как Кличко вечером после этого всего выходит и говорит, что нет, вы что, друзья мои, не будут повышать цены на проезд в украинской столице до окончания отопительного сезона, а потом, как говорится, посмотрим. То есть дал заднюю и пока с 1 января повышение на проезд не предвидится. Конечно, это было сделано не потому, что политикам или тому же Кличко безумно жалко украинцев, у которых мало денег или они им как-то сопереживают и хотят облегчить их жизнь. Нет. Просто Кличко и его политтехнологи очень быстро смекнули о том, что это максимально непопулярное решение, которое тюкнет по его рейтингу и решили все откатать назад. Из-за падения своего рейтинга в народ также решил выйти и президент Зеленский. В принципе, очень многие украинские политики и довольно часто использовали эту технологию. Вот Юлия Владимировна Тимошенко продолжает это делать, Петр Порошенко активно это использует. Ну, типа там к нему даже кто-то подходит и говорит, Но Зеленский настолько, как мне кажется, сильно уже боится настоящего, честного, открытого мнения украинского народа в свой адрес, что он решил даже массовку под себя организовать, то есть людей, которые будут с ним фотографироваться и говорить, О боже, посмотрите, я случайно в пабе встретила Зеленского, какая неожиданная встреча, боже, как так вышло, великий человек рядом, как это можно вообще вынести, я заряжена энергией на всю оставшуюся жизнь. И буквально недавно решили сходить вот в просто, знаете, соседний паб, выпить бокальчик пива в компании Кирилла Тимошенко, как же без него, и Андрея Ермака, ну и Зеленский. Болели за сборную Украины по футболу. Наша сборная, конечно, молодцы и красавчики, они вышли в плей-офф чемпионата мира 2022. Украина в этот день играла со сборной Боснии и Герцоговины, и там тоже случился крайне интересный инцидент. Украинские болельщики футбольные, вы прекрасно знаете, что среди них есть и ультрасы, которые, ну, преимущественно националистических взглядов. Так вот, украинские фаны решили на стадион притащить российский флаг и в какой-то момент повесили его вверх ногами. Таким образом, они хотели оскорбить то ли Путина, то ли Россию, ну или что они там еще хотели, бог знает, что у них там в голове. Но после этого случился конфликт с боснийскими фанами. А знаете почему? Перевернутый флаг Российской Федерации очень напомнил боснийцам флаг Сербии. Ну а если человек когда-либо, да, ходил на уроки истории или географии, то этот человек знает, какие события происходили в 90-х годах, которые связаны с Сербией, Боснией и Герцоговиной, а также рядом других соседних стран. Спойлерить не буду, кто знает, тот понял, а кому интересно, тот загуглит. Ну и в общем, фанаты подрались, вмешалась полиция. А Украина получила еще одно подтверждение наличия не очень хорошего образования в нашей стране. Потому что историю переписывать-то вроде как научились, а изучать историю других стран, ну вот как-то не дошло, не свезло. Но вернемся к Зеленскому пабу, пивку и его товарищам. После того, как Зеленский сходил в народ, эту фразу, кстати, можно интерпретировать по-разному, в сети начали появляться сториз, фотографии, публикации. Очень милые, знаете, по типу вот как это, мой соседний столик. Болеем вместе за сборную Украины. Мило. Или вот такая публикация, от сладости которой у меня в некоторых местах, знаете, слепаться начало. Кто-то знает почему, увидев президента Украины, я ощутила счастье. Чувствуешь, это великий человек. Я тоже почувствовала, когда Порошенко бросил мне в шапку 15 гривен во Львове на площади рынок. Это великие, масштабные люди. Возможно, они делают что-то очень вредное для Украины, но это личности, чья психика может выдержать очень много. Я была в шоке, когда увидела, как в полметра от меня идет Зеленский из компании, я повисла и не могла поверить своим глазам. Они сели за нами. Написала об этом певица Молли Куртова. Но интереснее, знаете ли, оказалось совершенно случайно, ну абсолютно случайно, оно так просто вышло. Вот такое соседство с киевской активисткой Линой Дешвар или Дешвар. Она тоже запустила фото о том, что ее столик рядом с президентским и какая радость, какая радость, счастье-то какое. Но если посмотреть на социальные сети этой девушки, становится понятно, что она давняя фанатка Зеленского как президента. И тут у меня две версии. Знаете, первое, что этот поход в народ с бокальчиком пива, это чистая постановка. Второй же вариант, ну Зеленскому его охране надо присмотреться к девушке, может она его преследует. После матча Зеленский, такой воодушевленный, наверняка у себя в социальных сетях поздравил украинскую сборную. И сложилось такое ощущение, что перед тем, как написать этот пост про несамовыто зервему горлянку, он прочитал либо какие-то эксцентричные творения Олены Телиги или Остапа Вышни. Про такие случайные встречи, знаете ли, политиков с народом уже давно все сказали. Давайте вспомним, кто и как. И специальная служба «Народная воля». Больше ста человек, бывшие гибисты, работа у них такая. Ходить и рассказывать, что только что видели наших вождей. Кого-то удача трехэтажный. Кого-то в желтом Ламборджини на Рублевском шоссе. Представляешь, заходит, заходит. В сером пальтишке шарф Махерова и кепка. И никакой охраны кругом. Только правый карман оттопыривается, будто там ствол. А я смотрю, рот раскрыл, а он заметил, подмигнул и на улицу. О, как бывает. В общем, вполне понятно, на кого этот дешевый цирк рассчитан. Вот только поведутся ли? Как думаете? Пишите в комментариях под этим видео. А на этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно, блог на канале страны. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Нажимайте колокольчик. Делитесь своим мнением в комментариях. Делитесь этим видео со своими друзьями. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Политика страны». Люблю, целую, обнимаю. Совсем скоро увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова